Всем привет! В эфире Универ Ньюз. В студии я, Ксения Неверова. Итак, сегодня выпуски. Казанский университет отметил 215-летний юбилей. Мы переходим к другим новостям. 50 лет исполнилось первой в СССР кафедре охраны природы, которую организовали в 1969 году на базе биолога почвенного факультета КГУ. Торжественное мероприятие по этому поводу прошло 21 ноября в Казанском университете. Кафедра охраны природы и биогеоционологии была открыта в Казанском университете профессором Виктором Поповым. В 1989 году ее переименовали в кафедру прикладной экологии и перевели на вновь созданный экологический факультет КГУ. С юбилеем профессоров Института экологии и природопользования поздравили ректор КФУ Ильшат Гафуров, заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Айрат Шигапов и другие друзья и выпускники кафедры. Мы всегда опираемся на тот фундамент, который мы получили от наших старших товарищей. История наша, как я уже говорил, более двух веков. Но на этом нельзя только останавливаться, если мы хотим развиваться и жить в достаточно жесткой конкурентной академической среде. Прежде всего мировой среде, а не только говорит, что мы лучшие на территории Татарстана, Приволжского округа, либо даже на уровне нашей страны. Если мы будем конкурировать в мире, то значит на самом деле мы будем лучшими у себя. Хотелось бы поблагодарить и университет, и сотрудников университета, сотрудников института за тот весомый и даже неоценимый вклад в обучение, воспитание и формирование молодых кадров экологической направленности. В том числе за активное взаимодействие, конечно же, в данном направлении и с Министерством экологии, в том числе и при прохождении различных практик. Во второй половине дня в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации прошла встреча студентов института с его выпускниками, работающими сегодня в самых разных сферах. Они поделились своим опытом с подрастающим поколением защитников природы и ответили на вопросы из зала. Свой профессиональный праздник сотрудники института КФУ отметили также научной конференцией. Она пролилась два дня и завершится встреча выпускников кафедры института всех лет. Камиль Гемаздинов, Ленар Довлетяров, Виолетта Басова, Универньюз. Научный десант КФУ продолжает колесить по городам Республики Татарстан. 20 ноября просветительская акция вуза состоялась в городе Азнакаево. Подробности смотрите в следующем сюжете. Научный десант КФУ продолжает путешествие по городам районам Татарстана. В этот раз научную эстафету принял город Азнакаево. Большой праздник науки прошел в Доме культуры города. Мы очень рады приветствовать наших гостей на Азнакайской земле. Очень интересное мероприятие. Это научный десант. Я хотел бы поблагодарить сразу ректора КФУ и руководство университета за такую возможность. Гости научного тура посетили лекции о литературной карте мира, квантовых информационных технологиях и черных дырах, а также занимательные интерактивы. Институт международных отношений провел мастер-классы по арабскому языку и китайской каллиграфии. Институт фундаментальной медицины и биологии – интерактивные занятия с тренажером для эндоскопической манипуляции. А Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ помог ребятам определить тот или иной минерал. Музейные работники по традиции представили увлекательные квиз-векторины. А на интересующие вопросы о поступлении и обучении в ВУЗе ответила приемная комиссия КФУ. Единственный возглас, который я сегодня услышала – такая лекция, такие мероприятия – вау! Это сказали наши ученики, поэтому я думаю, ваши мероприятия будут иметь большой успех. Праздничная часть концерта включила в себя зрелищные вокальные и танцевальные номера. Сегодня у нас исполняется 215 лет, сегодня у нас идут празднования в Униксе, но в то же самое время, мы вот здесь, находясь вот в этом зале, мы находимся, по-моему, в том же самом празднике. Впереди все новые города и знакомства. Следите за нашими новостями. Валерия Муратова, Мурат Хафизов, Универньюс. Исчезнет ли профессия журналист и как стать известным журналистом, рассказал обозреватель новой газеты. Подробности в следующем сюжете. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча обозревателя новой газеты, председателя комитета по защите свободы слова и прав журналистов Павла Гутеонова со студентами. Обозреватель новой газеты не только поделился опытом со студентами, но и объяснил, почему профессия журналиста, вопреки прогнозам, в ближайшие десятилетия не исчезнет. Лет пять назад правительство заказало специальное исследование умирающих профессий. И с непонятным мне восторгом прочитали в этом исследовании, что через пять лет, то есть сейчас уже, будет упразднена профессия журналиста. Вообще. Вот профессия журналиста устояла. Я думаю, она устоит и дальше. Журналист во время встречи ответил на все вопросы интересующих студентов, но секрет успеха, как стать известным журналистом, так и не раскрыл. Эльвира Зорина, Ленардо Вильтьяров, Универньюс. В высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ прошло посвящение первокурсников телевизионные журналисты. Более подробно смотрите далее. Традиционно во Всемирный день телевидения в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ первокурсники, обучающиеся по направлению телевидения, прошли традиционное посвящение студенты. Традиции посвящения не меняются из года в год. Вот и в этот раз второкурсники придумали испытания для новоиспеченных студентов и строго следили за их выполнением. Мы подготовили квест, привычный для глаза, в принципе, как в детском лагере, разные станции, но загвоздка в том, что они посвящены телевидению. Испытания были адаптированы под будущую профессию – телевизионную журналистику, где ребята смогли продемонстрировать все свои таланты. Достаточно интересный квест, я на самом деле не ожидала, я думала, будет что-то по типу, ну, какого-то банального выступления, там, не знаю, танцы, пляски и все такое. А так нас задействовали, это круто. Мне очень понравилось, я всю жизнь мечтал быть телевизионщиком, я кайфую от учебы и радуюсь жизнью. Посвящение завершилось вручением символических призов и стало для первокурсников началом увлекательной и творческой студенческой жизни. Лилия Талибова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Казанский университет отметил знаменательную дату – свой 215-летний юбилей. О том, как это было, наш следующий сюжет. Казанский федеральный университет отметил свой 215-летний юбилей. Концертную программу, на которую были приглашены студенты, сотрудники и выпускники КФУ, открыл ректор Ильшат Гафуров. За годы своего развития университет прошел непростой, но достойный путь, став одним из ведущих вузов страны. Благодаря непрерывному совершенствованию научно-исследовательской и образовательной деятельности, наш вуз стремительно улучшает сегодня свои позиции не только в стране, но и в мировом пространстве. Торжественные мероприятия Казанского университета всегда завораживают зрителя красочностью и насыщенностью программы. Я вас искренне поздравляю, я очень люблю наш университет, я очень горжусь тем, что я выпускник юридического факультета, тогда еще Казанского государственного университета, теперь Казанского федерального университета. В этот раз целый ряд видеоанимаций погрузил зрителя в самые знаковые моменты истории Казанского университета, а хореографические постановки о жизни Альма Матер в различные эпохи. Здесь очень много людей, очень много интересных людей и с каждым общаясь понимаем, что Казанский федеральный университет это множество возможностей и множество эмоций. Красной нитью через все представления проходили зарисовки из жизни выдающихся ученых, писателей, общественных и государственных деятелей, чьи судьбы были тесно связаны с развитием Казанского университета. Все, кто поздравлял Казанский университет с днем рождения, так или иначе повторяли главную мысль всех торжественных мероприятий. Самое важное в Казанском университете это люди. Это было вновь подчеркнуто в финальном номере концерта с участием ректора КФУ. Его лейтмотивом стала фраза «Только благодаря слаженной работе единой команды мы можем достичь самых амбициозных целей». Здесь у нас все институты, а как известно, когда у нас все институты вместе, у нас рождается что-то абсолютно фееричное, абсолютно яркое и классное. Казанский федеральный университет это каждый из нас. Все мы, совершая научные открытия, достигая побед в спорте, обретая себя в творчестве, передавая свои знания и представляя КФУ на различных российских и мировых площадках, становимся частью его великой истории. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok